Вот мои девчонки в цветочках И этот как танком прошелся здесь поперек Видите, опять дожди, опять грязь на выгуле А они любят поваляться прямо там на улице Не под крышей, а на улице Слепые бутылочки Нравятся им эти цветочки, очень вкусненько Поэтому обрызли, видите, уже мало их Было много здесь Так хрустят они ими, вкусно Давайте сюда двигайтесь А здесь вон все Одни макушки торчат уже от этих цветочков Сейчас опять немножко погуляли Дам травы дома Пока есть И бегу делать сыр Распорядок опять то же самое Гуляем 45-50 минут Больше позволить себе не можем Нет, девчонки позволили, конечно Они намного больше позволили Но я опять делаю гауду Бегу домой Добавила закваску фермент Сейчас это должно постоять 45 минут И мы идем домой Какой я откусила У нее такой большой кусок Молодец 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 Так вкусно Так хрустят они здорово, да? Ну, помыл Ты все подряд? Нет, давай Мы уже идем там по направлению к дому Сейчас будем в гору подниматься Бегом 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 Подтягиваемся Молодцы Прибежали Молодцы Вот они Все Они уже без всякой Молодец Посмотрите А что такое? А кто там был то? Без всякой нервотрепки Они уже понимают, девчонки Все, 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 давай Давай Давай, давай, давай Молодцы Посмотрим Что получилось Потому что я уже начинала Я говорила днем раньше Я начинала делать гауду но только начинала добавила закваску потом ферменты нужно было ждать 45 минут я побежала с козами я прибегаю что я вижу кастрюлю стоит такая открытая то есть я крышку не закрыла когда вносишь закваски и фермент нужно закрывать крышку естественно сгусток у меня не стал поставить набухать полную кастрюлю молока но ничего мы вышли из ситуации не знаю что происходит с камеры уже и обновила сейчас телефон видите фокус то есть то убегает ладно да уж договорю ну естественно я не вылила всю эту кастрюлю полную я я подогрела еще немножко еще немножко добавила сочинного фермента ну и как бы типа сделал типа брынза ну конечно будет не брынза уже с верен с ферментами с другими но но сыр какой-то сыр все равно в любом случае получился я его также отпрессовал достала он сейчас стоит в холодильнике ладно теперь смотрим ну теперь я вижу что нормально здесь все видите чистое отделение прям вот все замечательно эти сгусток получился хорошо все больше я разговаривать не буду я сейчас буду его разрезать не получился не смысле он мне не то чтобы не получился сыр я убежала все быстрее быстрее и я вся такая мысль пока мы гуляли с козами думаю сейчас я прибегу начну его быстро делать я прибегаю смотрю а крышка на кастрюле открытая то есть я не закрыл крышку сгусток должен формироваться с крышка когда мы добавляем закваску мы закрываем крышку даем время и когда мы закрыли и когда мы добавляем фермент мы закрываем крышку вообще я ну а так получатся там нет ничего сложного если человек понял вот эти вот основные моменты там вообще ничего сложно ну вообще вот и на это стоит как кстати гауда она у меня сутки солилась теперь она сутки при комнатной температуре сейчас потом покажу поближе не это другая я уже сделала я уже сделала в другой раз гауда так не давайте сейчас покажу это гауда я сделала в этой форме потому что мне очень удобно делать в форме которая у меня для без салфеточного прессования она с вкладышем ну вообще просто классную не нужно вот эти подкладывать салфеточки и укладывать их расправлять это выемка сыр не вздувается видно а форма тарелки он у меня лежал в контейнере я сейчас и положу в контейнер нет не буду я его класть контейнер хотела в этот вот в этот контейнер железный не буду пускай в принципе гауда и должна быть такая круглая конечно же гауда должна быть в форме шара ну как не конечно а ну как бы так считается хотя я думаю такие есть у вас формы как как вообще вашей душе угодно так вы и делаете я заказала форму сейчас мне начнут приходить посылки я заказала форму шара именно чтобы делать гауду но пока так это ничуть не хуже это тут точно также смотрится красиво аккуратно и хорошо так это не брынза потому что брынзу я делаю да можно все подряд делать в этой форме потому что это очень удобно положил туда не надо ни марли не салфетки крышкой закрыл поршнем и поставил груз все и все дела так сейчас она у меня до вечера постоит так потом я убираю и потом я убираю ее в холодильник на созревание это моя самая первая гауда видите неровности показываю а потому что я ну как сказать я тормозила я сначала пыталась запихнуть все это сырное зерно в меньшую форму такую же с вкладышем с перфорацией но в меньшую когда я напихала туда натрамбовала я принял что все вообще не дальше никак никак не как не запихивается больше все не помещается и я стала потом перекладывать в другую форму но это первый раз я всегда как бы почему я начинаю я всегда начинаю свой сырный сезон с брынзы потому что это очень хорошая возможность вспомнить я своих коз бросаю доить рано там где-то в начале беременности сукозности но даже до двух месяцев потому что я чувствую как молоко меняется мне не нравится есть такие которые покупали у нас молоко так они и покупают и вот прям до последнего пока его там вообще не остается мне не нравится я чувствую вот этот вот переход молока и поэтому я бросаю давить своих коз рано это я к чему говорю к тому что осень зиму весну я сыры не делаю и поэтому я и начинаю делать с брынзы потому что естественно есть свои конспектики если мне там книги то все книги но и в тетрадочку я записываю так как как сделать лучше уже все свои выводы уже когда ты их делаешь 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 записываю именно записываю потому что у меня память такая тут помню тут не помню а тем более когда пройдет полгода и ты начинаешь снова делать на брынзе можно накосячить я говорила сто раз это все равно будет вкусный нормальный сыр тут позволительно поэтому я и начинаю делать с нее чтобы вспомнить сколько сычужного фермента чтобы не было мало когда густок не встанет если мало фермента чтобы не было много когда начинает все это скрипеть я делаю брынза делаю делаю все руки вспоминает мозг вспоминает вообще весь мой организм все это вспоминает сразу меня вся эта программа обновляется включается и я уже тогда начинаю другие там делать другие сыры мне так так мне удобно здесь я сделала ее первый раз все естественно я уже сделала свои выводы я повторяюсь сложного но вообще ничего все то же самое как и в остальных сырах это не говорит о том что технология такая же но без разницы вылить тебе слить тебе сыворотки 3 литра или литр там помешивать тебе 10 минут или полчаса просто затратно по времени и ну просто естественно затратно на какой-то сыр больше уделяется времени но ум то у тебя понимает и тебе это вообще не сложно тебе это обычно вот что я хотела сказать здесь у меня загозка не в том что я что-то не поняла что-то я накосячила нет я просто когда начала перекладывать уже я сначала утрамбовала прям в одну форму и потом естественно он все спрессовалось для этого сыра зерно нужно очень сильно высушивать в смысле там мешаем 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 вот и в итоге зерно получается очень такое меленькое от этого у меня в общем вот эти вот неровности это первый блин первый блин ну да это первая гауда и потом уже мне придут другие формы в принципе качество качество сыра от формы не зависит есть какие-то моменты есть определенные которые должны именно там сколько-то сантиметров быть я сейчас не про эти сыры и как раз как раз я его сделала и следующий раз я уже сниму подробно весь рецепт все расскажу все закрываем хватит про эту говорить естественно когда он стоит у нас созревает сутки это нужно накрыть салфеткой салфеткой марлей чем угодно стоит он у меня еще до вечера а следующие сыры это та моя качутка люди спрашивают во сколько слоев покрываю такие вопросы и под теми под старыми видео на приготовлении сыров я покрываю в два слоя я покрываю в два слоя но можно и в три то есть если вы тут опять же от ситуации если у вас сыры прям вот вы у вас есть такая намеренность что они будут стоять там больше месяца два-три там созревать так вот вы хотите то можно покрыть и можно нужно покрыть их три у меня же как бы я уже знаю что мои сыры скоро начнут расходиться уже я знаю чего кому тут люди ждут и поэтому то есть я в два слоя покрывают то есть он уже не будет плеснивать хотя плесень знаете она быстро образовывать это нормально сейчас кто кто не занимается сырами услышит такое страшное слово нет это нормально потому что сыры живые сыры настоящие из настоящего молока да и здесь должна развиваться плесень другой вопрос каких количествах конечно нужно это контролировать они так чтобы тебя тут буйствовало все и не поймешь что то ли сыр то с голубой плесни еще с какой то ли это там качетка какая-то завалялась покрылась уже или какой-то другой вот так я покрываю в общем в два слоя на месяц полтора это этого вполне хватает больше мои сыры не стоят и вот еще у меня был заказе к халуми я опять делала таким я опять делала таким огромным куском потому что скажется непонятная форма да нет я все делала как положено такой форме форме чебурека просто уже отрезано опять же если делать какие-то маленькие формы но вы представляете сколько нужно иметь форм сколько нужно иметь штучек вот этих всяких для пресса все прессуют приспосабливается как как могут у меня это диски от гантелей ну поэтому я делаю большим куском я делаю это так вот так вот отрезать конечно это будет очень длинный данный для кусочка еще пополам будут аккуратненькие кусочки поэтому это вообще не страшно то есть он вот он шел такой закругленный и он огромным как всегда огромный он у меня был во всю полку в холодильнике все вот это осталось все по сырочку по моим все я не буду конечно доставать там еще запасы брынзы к там несколько штук ни к чему это брынза она у меня точно также в такой форме вообще очень форма удобная можно сделать ну все подряд да все подряд сыры очень мне нравится такая форма для без салфеточного прессования все по сырам все здесь у меня стоит яйцо мускусной утки сейчас я поставлю все это в этот дни в холодильник другой аппарат как он называется я я уже просто убегаю с козами уже голова моя уже там давно инкубатор поставлю в инкубатор это я положу на дно инкубатор так конечно делать не нужно но я так часто делаю дней на 10 пока я начну проверять неоплод я рано не достаю яйца я подожду чтоб хорошо хорошо было видно да не то что я сижу прям жду и жду да мне вообще некогда я и редко вспоминаю про них все до тех пор пока не не увижу я неоплод они полежат на полу а потом я это расфасую потому что я уже говорила что неоплод у нас такой нормальный прям половину яиц потому что у меня всего один селезень на 7 уток тут конечно для здоровой такой для нормальной конкуренции должно быть два селезня ну вот так вот у меня ну так вот у меня получилось не получилось у меня получилось что у меня не получилось оставить второго селезня и поэтому мы как-то будем справляться так да ничего страшного яйцо свое я его не покупаю в принципе все сейчас это ставлю инкубатор спят смотрите висят этот этот сейчас все висели проснулись засыпают не бы вылезти отсюда они будут так висеть вообще засыпают дети прочистила прочистила все этажи у этих у этих индичку днем лампу отключаю вообще потому что жарко подрастает ребята эй вообще повис иди тут не просыпается иди туда спи в обед сейчас обязательно пожар халлоуи ну как же так когда он есть в холодильнике как же его не поесть он ведь очень вкусно правда он очень вкусный и очень мне его захотелось я с вами прощаюсь всем доброго до свидания